Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о правописании имен существительных, собственных и нарицательных. Во-первых, мы с вами научимся их различать. Во-вторых, сможем находить их в тексте. И в-третьих, познакомимся с правилом написания имен собственных. Итак, давайте с вами вообще поговорим, что же такое имя собственное. В именах собственных скрываются маленькие загадки и тайны, и мы можем разгадать их, если задумаемся над значением слова. Давайте с вами посмотрим на репродукцию картины Виктора Васнецова «Богатыри». Итак, эта рубрика, интересно знать, такая некая историческая справка. Картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри» была написана в 1898 году и по праву считается народным шедевром и символом отечественного искусства. Создавалась эта картина в середине XIX века, когда среди русских художников была очень популярна тема народного искусства, народного фольклора. И на картине у нас изображены три богатыря – Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Мы их прекрасно с вами знаем, так как они настоящие герои русских былин. Что же означают их имена и почему они пишутся с заглавной буквы? Илья был из города Мурома, поэтому его прозвище Муромец. Имя собственное – Добрыня, сын Никиты. В наше время это было бы отчество Никитович, соответственно, это тоже имя собственное. Попович – имя собственное, прозвище по отцу, который служил попом. В наше время эта фамилия Попович распространена у нас по всей Молдове. По значению имена существительные делятся на собственные нарицательные, мы уже сказали об этом. И, собственно, имена существительные – это слова, которые называют единичные предметы, выделенные из ряда однородных. Имена существительные пишутся с прописной буквы, а нарицательные – со строчной. И мы знаем, что имена, собственно, указывают не только на людей, но и называют города, реки, улицы, страны. Имена, отчества, фамилии людей, допустим, Александр Сергеевич Пушкин. Клички животных, коровы-буренка. Название стран, городов и сел. Молдову, город Кишиню. Название рек, озер, морей. Река Днестр. Название планет или звезд. Планета Земля. Далее. Важно запомнить, что у каждой книги или журнала также есть название. Название книги журналов – это также имена собственные. Для записи названия книги журналов есть специальный знак, который называется кавычки. Есть несколько видов кавычки. Давайте с вами на них посмотрим. Первый вид кавычек называется елочки. Второй – английские одиночные. Третье – лапки. И четвертые – компьютерные кавычки. Одиночные английские кавычки мы используем очень редко. И давайте запомним с вами правила. Название книг и журналов пишется в кавычках из-за главной буквы. У Самуила Маршака есть прекрасная книга «Детки в клетке». Пишем в кавычках, так как это название книги. Журнал «Веселые картинки» также пишем в кавычках. Агния Барто «Игрушки» пишем в кавычках. Журнал «Филя» название журнала пишем в кавычках из-за главной буквы. Далее. Собственные существительные представляют названия отдельных единичных предметов, выделенных из ряда однородных. И если нарицательным существительным называют множество однородных предметов, то собственный – единственный в своем роде. А теперь давайте с вами посмотрим на такую вещь. Смотрите. Собаки могут отличаться породой, размерами, окрасом, нравом, но их всех называют одним словом – собака. Нарицательная существительная собака – их много, а собака Бонечка у нас одна, и это уже будет имя собственное. Журналов также много, а названия журнала исключительные, они особенные. Соответственно, журнал – это имя нарицательное, название журнала – это уже имя собственное. Книги. Книги написаны разными авторами, на разных языках, на разные темы, но все они называются одним нарицательным существительным книгам. А вот уже название книг – это имя собственное. Допустим, Волшебник изумрудного города – это имя собственное. Баранкин – будь человеком – также имя собственное. Малыши Карлосом – имя собственное. Мы будем писать его в кавычках из-за главной буквы. Далее, перед вами задание. Мы должны будем выписать собственные имена существительные в именительном падеже. Посмотрим на наш текст. На заседании клуба знаменитых капитанов собрались самые известные мореплаватели, путешественники, герои приключенческих романов. Самым молодым среди них был Дик Сент, герой романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Самым веселым все считали Тартарена из Тараскона, героя романа Альфонсо Даде. А самым правдимым был, конечно, Барон Мюнхгаузен из книги Распы. Все члены клуба считались мнением самого мудрого из них капитана Немо. Одного из героев книги Жюля Верна «Таинственный остров». Итак, проверим, что же у нас получилось. Дик Сент, Жюль Верн, «Пятнадцатилетний капитан» в кавычках, потому что это название книги, Тартарен, Тараскон, Альфонсо Даде, Мюнхгаузен, Распе, Немо, Таинственный остров, опять же в кавычках, Клуб знаменитых капитанов, опять же в кавычках. Далее, мы отправляемся с вами в заочное путешествие по самым красивым столицам и городам Европы. Наше задание путешествия мы должны будем обратить внимание на собственные имена существительные и записать их в именительном падеже, то есть, чтобы они отвечали на вопрос «что?». Обратите внимание на правописание имен существительных, собственных и нарицательных. Итак, первое. Кишинев – столица Молдовы. Париж – столица Франции. Рим – столица Италии. Прага – столица Чехии. Барселона – город Испании. Главный вход в парк Гуэль с двумя фантастическими по форме домиками – павильонами. Санкт-Петербург – город России. Центральная часть южного фасада Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Москва – столица России. Итак, проверим. Европа – Молдова, Кишинев, Франция – Париж. Италия – Рим. Чехия – Прага, Испания – Барселона. Гуэль – Россия – Санкт-Петербург. Россия – Москва. Вот и закончился наш урок. Давайте же подведем итоги. Мы с вами говорили об именах собственных и нарицательных, рассмотрели их основные признаки, выполнили ряд практических заданий. Все эти знания нам пригодятся с вами в будущем. Вы прекрасно работали на уроке. В качестве домашнего задания предлагаю упражнение номер 22 в учебнике. Хорошего дня!